добрый день я приветствую всех на канале 18 соток и сегодня мы будем готовить ферментированный копченый острый соус для копченого ферментированного соуса нам понадобится 2 килограмма перца я беру сверхострые сорта с рейтингом выше 1 миллиона соль соль обычная каменная но ни в коем случае она не должна быть ядированная чеснок 2 килограмма 40 зубчиков чеснока 1 лавровый лист и 2 горошины душистого перца сейчас мы возьмем перец 1 килограмм оставим свежими килограмм загрузим в коптильню и прокоптим ну я все эти ингредиенты буду увеличивать вдвое я буду использовать 4 килограмма перца соответственно у меня будет больше чеснока больше лаврового листа больше душистого перца и так загружаем все коптильню в коптильню я загрузил 2 килограмма сверхострых сортов это половина того что мы будем использовать сейчас мы и прокоптим а потом уже измельчим и засыпем бутыль появился дым подключаем шлангу и ставим коптиться на 30 минут перец прокоптился прошло 30 минут сейчас подождем немножко пускай перец остынет достану и смешаю еще с двумя килограммами свежего перца порежу их и буду укладывать бутыль я подготовил чеснок почистил измельчил его желательно конечно измельчать потоньше ну что если он очень крупный у вас будет за 30 дней он не успеет перекиснуть и когда вы разобьете в блендере и разорвете по бутылкам он может дальше продолжать бродить просто напросто бутылки вас повзрывают перец желательно тоже измельчить если такой же был глупость мелкий не оставляйте такими большими кусками почему потому что во время брожения будет выделяться углекислый газ в банке и вот в этих пустотах будет собираться газ и будет вытеснять полностью весь перец поднимать вверх будет как поплавок у вас и вся жидкость выйдет из банки а так он будет мелкий здесь будет проходить газ через него и выходить через трубку вверх измельченный перец я засыпаю такую вот банку банка 10 литровая с крышкой гидрозатвор сначала вниз я буду загружать копченый перец весь пересыпать его чесноком положил лавровый лист измельчать его не буду и две горошины душистого перца и так потихонечку начинаем загружать я заполнил полную банку где-то получилось пределах 8 литров немножко подсела но она была банка прямо до самого верха так как она мелко порезана она подсела вниз сюда вошло 4 килограмма вниз я положил копченый перец сюда же положил 2 горошины душистого перца и 1 лавровый лист и где-то в середине в середине еще две горошины еще один лавровый лист так что два листа лавровых и 4 горошины душистого перца на такое количество я даже знаю сколько здесь надо понадобится воды в общем на литровую банку чистой воды нам понадобится 2 ложки вот таких вот соли 1 и 2 размешиваем пока полностью соль не растворится можно даже теплую воду теплой воде растворить потом подождать пока вода остынет и заливать уже воду наш перец соль растворилась и заполняем банку на каждый литр воды мы будем добавлять по 2 столовых ложки соли заполнять будем до тех пор пока вода не будет чуть чуть выше чем наш перец я заполнил жидкостью банку сюда вошло 4 литра воды теперь надо будет весь вверх чем-то прикрыть перец немножко всплыл приподнялся воды здесь должно быть чуть чуть больше потому что когда будете оконцовки загружать все в блендер воды должно быть больше чтоб соус был не таким густым он будет она как паста как бы воды уже обычно вы не дольете так что лучше пускай лишняя будет вода и море потом вылить чем ее не хватит вот перец на 6 плыв передаю чем-то прижать прижимать мы будем вот такой вот одноразовой тарелкой и две тарелки 1 в 1 вставлены сделано отверстие это я попрожигал раскаленным гвоздем сейчас мы вставим перевернем я согнем и будем вставлять одной рукой конечно неудобно это все делать одой рукой неудобно сейчас я вставил тарелочку теперь надо будет прижать ее чтоб вся эта масса ушла вниз бросов я буду использовать такую вот бумажку это ставлю с учетом таким чтоб часть еще выходила и прижимаем все у нас все погружается в рассол нельзя чтоб сверху находился перец начнет начнет загнивать имя чтобы он был в рассоле сейчас сверху накроем крышку крышка прижмет уже и поставим на ферментирование я установил крышку теперь гидрозатвор наливаем водички нужно следить чтобы вода не испарилась значит вода испаряется довольно быстро попадет в середину воздух это все дело может вас закиснуть здесь может появляться плесень это ничего страшного это кисломолочные бактерии начать процесс брожения идет полным ходом вот несколько штучек плавает сверху это ничего страшного главное чтобы они не были над рассолом а так как они погружены в рассол ничего страшного не произойдет все теперь эту баночку мы ставим в темное место либо можете сверху укрытие чем-то а потом просто открывать и смотреть вся жидкость начнет потихонечку подыматься вверх насчет того что будет процесс брожения здесь появится углекислый газ и он будет пытаться поднять весь перец вверх вот так как у нас здесь стоит тарелка она не даст подняться всему и так он остается на дне у нас стопка у нас уперлась в крышку так что она тоже не поднимется вверх воздух там свободно проходит теперь ставим банку на ферментации на 30 дней прошел месяц и на соус готов перчик у нас остался весь целый он не перекис не развалился запах у него приятный теперь нам осталось только загрузить все блендер для измельчения я загрузил содержимое банки блендер жидкости надо оливать как можно меньше следует учитывать то что мы будем добавлять на 1 литр соуса от 200 до 250 грамм уксуса если добавить очень много жидкости на соус получится очень жидкий смотрим что у нас получилось соус у нас должен получиться вот такой вот консистенции он должен быть очень густым так как мы добавим еще с вами уксус он станет намного жиже я закончил приготовление соуса вот у меня получился две трехлитровые банки и бутылочка 200 миллилитров срокс получился соус вот такой вот смотрите очень и очень густой такой должен быть соус слабокислый пахнет очень и очень приятно копченым и перцем ферментированный очень острый очень вкусный такой соус может стоять пределах до девяти лет если у вас нет возможности сделать такой соус помните заказать его у нас мы продаем очень много разнообразных соусов каталог соуса можете посмотреть под этим видео верхней строке комментариев там есть ссылочки на каталоге семян и в каталоге семян острого перца самом низу там есть все соусы которыми мы торгуем если у вас есть возможность сделать самим сделайте обязательно вы не пожалеете это очень и очень вкусный соус